Смотрите, это Макс, он практически коренной житель Тель-Авива, сейчас он вам скажет, что он думает. Да, заеб*** наркоманы. Да? Помойка, да, да, суда, сына. Ладно, будет метро, ты вернешься в Тель-Авив? Нет. Нет? Надеюсь, вообще не вернешься. Видите, Макс переехал в Здород, поэтому вот районное развитие развивает. Периферия, Виби хочет меня там, так что вырежу, вырежу. Окей, по советам всех подряд, ох, как тут наконец-то не холодно. Окей, так как все мы уже прослышали про Аутлет Адидас, новый в Холоне, вот мы доехали, наконец-то, Аленке порвали все кроссовки спортивные. И почему-то вместо одних Аленкиных спортивных мы купили ей одни, мне двое и ей еще маечку специальную Адидасовскую. Вот, прикольно, я здесь не был, новый торговый такой комплекс в Холоне, все новенькое, вообще мало машин, что для Израиля просто невероятное чудо. Ну, здесь приятно, здесь прикольно, людей не так уж много, но в Адидасе вы видели, ощущение в какой-то момент было, что попал в детский сад просто. Вокруг было какое-то безумное количество людей, которые непонятно вообще, зачем туда люди приходят с таким количеством, ну, вот так вот, приходят и все. Насчет скидок, мы взяли все по 200-250 шекелей, что, ну, вполне себе нормально, скажем, для Адидасов, окей, там и за 150, а где-то видели, да? Короче, нужно выбирать, нужно выбирать, там есть дорогие модели, а есть подешевле, но что-то выбрать можно, да? Я выбрала себе кроссовочки бегать. Сказать, что это прямо дешевле, чем в Киеве, ну, в Киеве есть, скажем, бывало, что мы находили дешевле, особенно когда там 1 плюс 1 или что-то такое. Там была хорошая тема, когда, помнишь, вторые минус 50%, то есть уже на цену аутлета в Киеве. Я смотрю, какой огромный, бесполезный тут сюда коридор. Обзор туалета от Шолина в новом торговом центре в Холоне. Нормально, чисто. Ну, чисто, я думаю, в основном из-за того, что здесь сейчас никого. Сейчас вечер буднего дня, это все равно невероятно маленькое количество людей. Смотрите, нет никого, вообще нет никого. В Адидасе было много. Было много детей, но не людей. То есть, людей, которые выбирали в Адидасе, были мы с тобой и еще парочку человек. Остальное все был детский сад. И даже Максанэй Хашмаль, потому что он новый и большой, выглядит, в принципе, прилично. Просто Максанэй Хашмаль сам по себе довольно дорогой магазин. Видите, как только какая-то скидочка, вот такая вот очередь стоит. Капец. Реально очередь. Максанэй Хашмаль всегда очереди, мне кажется. Вообще, в таких магазинах всегда очень медленно работают эти вот люди, которые оформляют что-либо. Что-то здесь куча ментов. Мороженое, фисташковое. Оно вкусное. Мне нравится магазин, в котором уже очередь из двух человек, и этот чувак говорит по телефону все это время. Я ему пофигу. Это же он на кассе. Кокос прикольный. Я как-то брала, тебе не понравилось. Я бы сказал, прикольнее, чем мое. Это такое мороженое, типа, природное. У меня фисташковое, а у Аленки кокосовое. Да. А полиции? Детическое. А полиции здесь куча, там, не знаю, человек 20, наверное, вообще тут. Непонятно почему, но там что-то произошло в кафешке, что ли. Кто-то с кем-то что-то не поделил. Не знаю, но я вижу раз, два, три, четыре машины. Вот пятая сейчас уезжает. И была еще амбуланс. Я думаю, поножопщина. Потому что в этой вот шипудея теква, это же, ну, вон, видите, впереди. Это же такая, ну, типа, как, знаете, народная, народный шашлычок. Я просто в шоке. Тетка с этой бабкой, с еще кем-то, она берет это просто коляску, вот так вот отпускает. По через дорогу. И она через дорогу катится в стоячую машину, и там вот так вот сама припарковывается. То есть хорошо, что они еще пластмассовые, но все равно, да. Она припарковалась сначала в машину, а потом рядышком отъехала. И типа, я вот такая, я подъезжаю, говорю, что, серьезно? Она говорит, Кен, да. А что? А что? И такая, что? Вот так вот, ребята, вот так вот. Я, блин, каждый раз, каждый раз, как в первой, чувачки, каждый раз, как в первой. Вообще, короче, есть проблема сейчас выехать с этого торгового центра. Потому что здесь почему-то у нас, вот видите, очередь непонятная. То она пропадает, то опять создается. И непонятно почему. Три часа здесь стоять можно бесплатно, потом нужно оплачивать, я насколько увидел. И по всей видимости, когда люди стоят больше и не оплачивают, то потом создается очередь. Их шлагбаум не пускает выехать. Я не знаю. Почему-то второй выезд сейчас тоже во всем этом стоит. Можно мы домой уедем отсюда? А главное, менты стали, да, вот так, что перегородили пол выезда, как бы, отсюда. Вот они стоят уже полчаса. У меня отсюда не припарковаться, дофига места есть, дофига парковки. Ну вот, им нужно там быть. Там же что-то произошло. Каких-нибудь минут 15, или сколько мы стояли? Да. Минут 15. 15 минут позора, и мы выехали. Непонятно, почему там все так сложно и устроено, и так долго. Окей, мы уже дома. Ну, что ж, в свете столь неожиданно удачной поездки в Адидас, пришло, наверное, время выкинуть вот эти вот. Алена сейчас оценит вообще. Да. Вот эти прекрасные, купленные, хер знает когда, неизвестно какой, или это Диадора, или что это? Или что это? Это были мои кроссовки, короче, для езды на велосипеде. Вам очень приятно смотреть на такие кроссовки. Но они не то, чтобы грязные, они просто рабочие, давайте назовем рабочие. Вот, так их носить я не носил, конечно, но на велике они вдруг оказались как нельзя кстати. Они чем-то похожи, ну вот узкая эта форма и все такое. Так, ладно, все. Торжественно, смотри, я иду их выкидывать. Та-дам! Ладно, все без похоронного марша. Бублик, держи, теперь ты их донашиваешь. На самом деле, Алена хотела, чтобы я их выкинул только по одной причине. Слушайте, они не вмещаются в мусорку. Алена хотела, чтобы я их выкинул только по одной причине. Потому что, когда я их одеваю и снимаю, с них сыпется всякая мишура. Потом, которая от нашей плитки сложно... Короче, пылесосом не убирается, нужно тереть потом, мыть. Так что, все, приходит всему время. Смотрите, лот номер два. Это великолепнейшее! Смотрите, какой дизайн. Сейчас мне напишут, что дизайн, конечно, не для мужчины с гетеросексуальным направлением. Но вы меня этим не убедите. Я приверженец разноцветных цветов. Короче, я вот не знаю, что с ними делать. Разыграть среди подписчиков? Ты их ходил дважды, да? Я ей ходил дважды, и это видно вот по заднику. Потому что я водил в ней машину. Вот так вот, нашипираясь ногой. Мяу! 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 Что-то давно или недавно были распаковки. Я не знаю, когда я вам какие распаковки показывал. Вещь пришла, которую я ждал. И обычно я эти... Скажем так, это как обновление любимой игры. Или обновление чего-то. Но новая версия каких-то вещей. Подставьте, что вам больше нравится в вашей жизни. Вот. Я обновление этой вещи жду постоянно как чудо. Как и многие миллионы китайцев и всех остальных. Очень классная упаковка, кстати. И это, конечно же, новый браслет. Новый браслет Xiaomi Mi Band 4. То есть, понимаете, факт в том, что у меня был Mi Band 1. Mi Band... Но у меня все были, да? У нас все были? У тебя все были. У меня были все. Первый, второй. Первый еще был без экранчика. Просто с такими диодиками маленькими. Потом Стасик, привет, если нас... Да, Стас нас не смотрит. Подарил второй. И еще так говорил, ну не знаю, если ты будешь носить. Чувак, я его относил от и до. А, два, точно. Стасик, ты два нам подарил. Потом, значит, был третий. Я купил себе, конечно же. И Аленке купил уже часики. Которые как-то вы уже видели в обзоре. В обзоре? В распаковочке. И нам еще писали. Что за нищеброд показывает, что китайское говно своей жене покупает? Нет, чтобы ей Apple Watch купить. Опа. Если вы живете до сих пор в этих реальностях, то мне вас жаль. Ну ладно. Зажал жене Apple Watch. Нет, знаете, мы просто вот буквально на... Буквально на вчера мы сидели с Артуром и обсуждали эту вещь за пивасиком. И обсуждали то, что в Израиле вот настолько нет вот этого вот... Я одновременно, видите, открываю и говорю с вами. В Израиле настолько нет вот этого вот понторезки вот этой вот. То есть даже если ты хотел бы купить себе какой-то, не знаю, понтовый телефон, это никто не оценит. Понимаете, в этом вся суть. Тогда, конечно же, получается, твой выбор получается более честный. То есть ты покупаешь какую-то статусную, дорогую вещь именно для себя. Для своего личного удовольствия, а не для удовольствия других или подняться в их глаза. Конечно, я уверен, что и в Израиле есть... Ну, вернее, как я знаю, что в Израиле есть определенные сообщества, в которых таки, да, покупают якобы бренды. Или бренды, или там... Как уже у кого-то сколько денег хватает ради только этих брендов. Алена была свидетелем на Кикар Медина многих таких историй, многих таких персонажей. Но, если говорить в обществе в целом, то это абсолютно чуждо израильскому обществу. То есть нет никакого вообще... Вот то израильтян вообще... Чем больше твои деньги отрабатывают на какой-то продукт, тем вот, типа, ты молодец. Если же ты купил какую-то супер дорогую вещь, а рядом лежит такая же китайская, но дешевле, ты, значит, провернулся и ты переплатил. Как бы в Израиле переплачивать это не круто. Чтобы понимали. Ладненько, так, мы, как всегда, покажем. Изменилась упаковочка у этих часиков. Она стала другой. Я не знаю, раньше такие были картонные, большие. Да, тут ничего нету у нас. Тут только бумажки. Китайские бумажки. Вот такая вот зарядочка. Зарядочка изменилась. Вот такая теперь стала. Окей, 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 окей. Ничего больше нет, ну и не надо. Давай смотрим на часы. Смотрим на часики. Вы увидели их раньше, чем я. Теперь я смотрю. О боже, ничего не изменилось. В принципе, ремешок абсолютно тот же. Очень похожий. Говорят, старые ремешки тоже подходят. Это хорошо. У нас их несколько было. Ну, короче говоря, вот. Визуально не поменялось ничего, кроме того, что эти стали более плоские, а эти более выпуклые. Вот и все. Да, да, вот такие минорные обновления очень любит Xiaomi. Ну, что делать. Но, это же не главное. Самое главное я вам сейчас покажу, если их как-нибудь запущу. Секундочку. Все. Наконец-то разобрался. Короче говоря, да. Вот так они выглядят, смотрите. Ой. Ну. Вот так красивенько, если вам видно, они сейчас выглядят. Цветной экран. Это круто. Это хорошо. Еще ничего не пользовал. По... То есть, теперь уведомления приходят на цветной экран. И это должно быть намного все круче. И можно еще и музыку управлять. Все. На самом деле, немножко попарился, чтобы их обновить. Чтобы и подключить. Но, на самом деле, нужно было просто обновить приложение. И потом все как по маслу. Все. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Добро пожаловать.